Идите кушать или боятся? Сейчас еще в ту крошку положу. Знаете, кушай, не боятся. Идите кушать. Я вам так много дала. Я хочу посмотреть, будут они это кушать или нет? Боятся. Еще я не подойду. Ага, ага. Утяты такие боязливые, а смотри, кушай, машины кушают. А туда боится все равно подойти к миске. Я вот так порезала меленько. Им удобно кушать, а если дать целую корку арбузную, то им будет тяжело клевать. А вот цыплятам и курам я дам по целой корке. Сейчас я не дам, они там ждут, уже хотят кухнякать. Что, порезать им еще, Любаш? Порежь. Давай, порежу. Раз такое делай, раз мы так хорошо кушаем. А если им дать целую корочку, то им тяжело будет кушать. А, как вкусненько. Конечно. Ты знаешь, мама, они арбуз не кушают. Не кушают? Нет. Ты сказала... Они кушают зерно. А? Что? Они зерно кушают. Да ладно, они кушают зерно. Вот косточку от арбуза кушает, я сотрю. Они тоже так кушают, просто там зерно перемешивают. А ты увеличи, посмотри. Мама, я сотрю своими глазами. Сейчас гусятки придут, они еще не видели этого. Ну, сейчас им еще одну корочку вот порежем. И пойдем до курочек, до димы. Уж они-то покушают. Ты не порезанная. А вот цыплятам я не знаю, резать, не резать. Люба пригнала тут гусей на арбуз. Будут кушать они? Кушают, конечно. Нифига себе они сколько берут сразу, за один раз. Какие шипы мелкие. Да конечно, но им легче так кушать. А целую корку попробуй съешь. Да они ее мусолят, там наверно его плевают обратно. Да нет, глотают. Кушают. Вот, а я порезала еще одну долечку. Еще одну корочку порезала и думаю давать, не давать. Если что, цыплятам дам. А смотрю, что кушают. Пусть сначала вот это все докушают. Вот тут тоже есть. Но утки не очень, но они маленькие. Постарше могут кушать. Этим гусяткам все-таки уже полтора месяца они могут это кушать. Да, гуси? Да? Так, к кому? Давай цыплятам. Я вам принесла вкусненькая. Слушай, надо эту ветку вытащить. А, не кушай, боятся, да? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Надо, наверно, порезать. Тихо, тихо. А вот эти должны поедеть. Тихо. А ну давай, я выпущу эти. Тихо. Вот они стрелка такая маленькая растет. Тихо. 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 Боятся. А что? Но что, надо порежать? Да не надо им резать, справиться он. Боятся, первый раз. Ну да, а потом привыкнуть. Смотри, понравилось. Один хороший, и один хороший, странный. И тот хороший, который заражен. Вот он мне так очищает. Вот он мне так очищает. Ой, а он мне так все так снижает, и не заедет. Вот он ножом. Вот так. Он работает. Боится? Боится? Торучки пущут. Молодки боятся. Торучки пущут. Молодки боятся. Так а уткам не надо? Сидят на гнездах. Сидит уточка одна слева и две уточки справа в одном гнезде. Ты можешь приблизить? А то видно. И здесь одна сидит утка. А там две сидят. Я не стала их разъединять. Одну вижу, другую нет. Не стала их разъединять. Может быть одна пока вышла. Одна черненькая, но там наверно. И посередине есть гнездо, они там не несутся почему-то. Вот петушки у нас тут 15 штучек. Смотри какие петушки. Стоп, 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 стоп. Сейчас, мы их чтобы они не... Не-е-е-е. На хуй. Дай-ка пушить это. Чтобы они не выгодят. Борьба пошла. Кстати им воды надо навыкнуть. Так, я наверное им семечки уже высыплю все, да? Старшенька. Пусть порадуются петушке. Вот они любят вот эти вот семена разные. Какой тебе петушок больше нравится? Не нравится этот вот этот петушок? Нет. Отчетки. Никакой не нравится. Что такая? Скучная. Без настроения. Вкрики. Меня говорят так. красивенько все а что ты один только а ну ты желтенький такой сорвала вот желтый будут сладенькие двумя руками давай я подержу надо нехорошо отрываться двумя ручками поищи на другой веточки или мы хотим освободить одну до от тяжести и верви еще возьмешь покушайте я стою хочу а вот ты знаешь вот здесь мне кажется вы желтенький такой висит я здесь рвала вот эти желтенькие и кстати гниют вот эти давай срывай тебе надо было тарелку взять какую-то ну мышцы доходим на эти зелененькие еще без ничего тоже даже да еще туда нерви мы немножко освободили эту веточку от тяжести давай еще какую-то освободили тарелку взять вот это мне кажется желтенькая ой но он будет сладенький вот гнилой тут висит этот зеленый дальше надо стоит ветка что-то с какой который на полу а вот с той стороны давать беленький тоже сыр ну вот там с той стороны вот отсюда говоришь он зеленый в руки не зеленый да да так что порви немножко освободим от тяжести ветки нету зеленый сорвалась но не гнилой или гнилой вот этот но не буду его рвать еще этот минус его уже тоже как будто бы портится но вот такой персик он будет сладенький а вот тут внизу висит любаш вон тот вот тот а он зеленый да смотри сама немножко барвеста но оставь через пару дней сорвем еще будешь рвать да надо это так давай с той стороны обойдем если с этой неудобно как ты думаешь сколько килограмм здесь на дереве всего трудно сказать да все а то сейчас пойдем рвать ну вот это дерево явно не ранее потому что на рынке уже продаются персики давным-давно а на нашем дереве он только-только начинает спеть в этом году вообще урожай не бывало вот эти вот прямо будет сладенькие даже вот такие вот ничего страшного побиты чуть-чуть зато вкусный зато свой очень сладкий такой вкус необычный на рынке я таких персиков не видела не покупала именно с таким вкусом как наш персик ой вот это такое красивая такой красивый персик да вкусняшка покушаем накушаемся кстати те персики которые были он с поломанной ветки я вам показывал в тазу там осталось пару штучек этих персиков кушаем потихоньку они доходят конечно еще зеленоватые но кушать можно и там осталось еще парочку так что ничего я с этого персика не приготовила ни варенье ни компоты были советы и варенье сварить и компот сварить и такие советы были оставить они дойдут и потом их скушать ну в общем я выбрала путь полегче подождать когда они доспеют и съесть их но они не лежат у нас долго каждый кто проходит мимо этого таза с персиками у каждого рука тянется не буду этот рвать вот этот наверное сорву вот этот вот идешь за ведерком давай у каждого рука тянется персик скушать подожди а где конец тогда этого шланга ага давай пойдем клубничку пока мы здесь будем присматривать ну я хочу туда протянуть на тот конец там вообще сухая клубника сюда протяну если достанет еще вот сюда в малинку чтобы вот так все малина тоже сохнет же от солнца ветки сохнут хоть полить хоть полить еще малина есть малинка еще есть вот такая вот мелкая мелкая вот горит лист бедной малины горит ну такая меленькая но вкусненькая угу водичка потекла а я сейчас возьму персик который мне приглянулся ладно этот персик люби оставлю красивенький самый этот себе возьму главное что он вкусненький так давай вода еще а вот пошла ой горячая водичка помоем персик и покушаем ты ведро хоть сухое взяла ну там внутри не мокрое ну любаш ну мы же выпишем будут мокрые я не нашла слушай такие сладкие персики любаш а я тебе оставила самый там красивенький возьмешь его домой ну еще возьмешь не один же те что позеленее постоят пару денечков да если получится в них постоять персики дорогие в этом году 25 да любаш или дороже даже я не знаю я видела цены вот эти гнилые надо будет подобрать но уже в другое ведерко совсем другое дело когда порезанный арбузик как они накинулись конечно легче кушать порезанную корочку арбуза но тем не менее вот здесь они тоже клюют то есть им есть чем заниматься сначала хотела забрать у них уже эти корки порезать но смотрю что они клюют и передумала забирать пусть останется у них до вечера склюют у нас что-то моросить даже начало прям удивительно что дождик моросит неужели хоть что-то у нас меняется в нашем районе а то жара каждый день невыносимая подросли уже цепки самые маленькие подросли средненькие здесь у меня трех возрастов цыплята с разницей в месяц между возрастами галашейки уже такие большие и курочки вот галашейная белая курочка там вот курочка а где еще одна галашейка мне кажется что они все курочки три галашейки света детей а где третья а вот она вот она третья или это была вторая ну короче у меня их три и по-моему три корочки ну будет легче кушать особенно маленьким цыпляткам такую корочку вот это слушайте вот этот галашейный окажется петушок будет я так смотрю что это будет петушок а первоначально думала курочка а нет печка галашейный печка подбирает зерна на смесь где-то попадается корочка арбузика в общем не голоды они сейчас отдыхают и